Вот вы говорите, что в России все изменится, но пока я вижу только то, что как бы оно все крепчает и крепчается, и мороз крепчается, и вот уже мы только что обсуждали и конфискацию, правда, вы говорите, что интернет не получится серьезно отключить, и откуда возьмутся-то силы, которые запередуются? Да есть эти силы. Все разбежались по углам. Нет, ничего подобного. Ну, это сила не снизу, это сила со стороны элиты. В России никакие перемены снизу невозможны в настоящий момент. Это не означает, что общество не может включиться. Оно может, и оно включится. Но конфликт будет начать, кризис будет инициирован элитами. Дело в том, что проблема в них, противоречия в них. Они хотят перемен. И самых серьезных, и самых решительных. И вот это самая интересная ситуация. Вот у них есть ресурсы. Каких перемен? Вы знаете, это очень смешно. Каких перемен и кто? Давайте я только не буду идентифицировать. Я не хотел бы этим людям, в общем, достойным во всех, ну, или во многих отношениях, может быть, не во всех, сослужить дурную службу. Вот есть группа людей, которые бы хотела сохранить путинский режим после и без Путина. Она мечтает. Есть люди, которые понимают, что этот режим привел страну в тупик. Их лично привел в тупик. И они хотели бы жить, выйти из этого тупика. Для этого они понимают, что этот режим надо демонтировать. И в обмен на участие в демонтаже режима, активное участие, я бы сказал, деятельное раскаяние, или как хотите это можно назвать, они рассчитывают на гарантии. Вполне уместно рассчитывать на гарантии свободы, безопасности и сохранения, по крайней мере, части активов, если вы радикально меняете ситуацию в стране. Не в сторону демократии, потому что говорить о демократии не придется, но в сторону того, что можно будет назвать открытостью, можно будет назвать прагматизмом, здравым смыслом. Я бы сказал, даже главный критерий – это отказом от воинствующего идиотизма. А гарантии кто даст? Им кто даст гарантии? Это хороший вопрос. Это как раз вопрос формирования коалиции. Коалиции с частью общества. Потому что часть общества настроена так, что типа вот мы тут страдали и всех разорвем, все, кто был при Путине, всех расплачиваем. Пусть эта часть общества попробует разорвать хоть кого-нибудь. Бодливые корови бог рогов не дает. У большинства людей есть желание мести, это правда. Они хотят социального реванша, я прекрасно понимаю. Ну поверьте, Юля, я же говорю, что часть элит выступает за это, а часть против. Найдется объект для реализации своих, я бы сказал, реваншистских устремлений. Объект для мести будет. Будет кому мстить. И это совершенно неизбежно. Потому что иначе у общества никогда не будут ощущения справедливости. Если зло не отомщено, ощущение справедливости никогда не возникнет. И зло удастся отомстить. Отомстить злу, его носителям, его инициаторам. И это будет, знаете, наверное, самая славная страница отечественной истории, да может быть, за несколько сот лет, а может быть, за все ее существование. То есть то, что нас ожидает, на самом деле превзойдет все то, что мы с вами наблюдали с конца 1990-го года. Значительно превзойдет. По своим последствиям. Историческим последствиям. Ну что ж, это приятный прогноз. Остается только посмотреть, сбудется ли он. Почему только посмотреть? Вы сможете поучаствовать, если захотите, Юля. Вернуться вполне можно будет на родину. Ну, посмотрим. Ну, я с вас язык сейчас не держу, нет. Нет, я совершенно себе. Нет, просто как бы это вам сказать. Я вот даже смотрю на Запад, который, ну, Соединенные Штаты подмегивают и говорят, что мы тут не хотим, чтобы Путина свергали. И такого рода действия элиты предполагают какие-то контакты с Западом. А вот с учетом тех санкций, которые были введены против российских олигархов и всего прочего, и, главное, адекватности этих мер, я не вижу, чтобы на Западе был какой-то субъект, с которым бы эти прекрасные люди могли договориться. То есть, субъект быстро появится, как только с этой стороны, с российской будут продемонстрированы серьезные желания и готовность. Как только ситуация начнет быстро меняться, ну, вспомните, как американцы относились к Ельцину. А потом вдруг все изменилось. Ну, как только такой субъект или протосубъект проявит себя, все начнет меняться. Будет и собеседник, партнер для переговоров. У них есть очень простые условия, у американцев. Никто из правящей элиты, никто из правящей элиты не должен, ну, по крайней мере, из тех, кто запятнал себя, вот тут лучше сказать так, не должен быть представлен новой властью. Ну, так и сама элита, в общем, не очень этого хочет. Ну, если имеется подразумевать те силы, о которых я упоминал. А зачем им это? А что значит, что тех, кто запятнал? А Мишустин и Собянин себя запятнали с точки зрения американцев? Да, конечно. Мишустин совершенно точно, Собянин нет. С их точки зрения Собянин приемлем, а Мишустин абсолютно не приемлем. То есть там не то, что руку подать. Собянин даже, Мишустин не где-то это самое, нигде ленточки не махал, а Собянин пару раз, ну, ему было, видимо, его заставили. Да, Мишустин нет, а Собянин – да. А вот есть группа людей, группа товарищей, которыми они в одном конституционном поле не сядут, Юлия. Не то, что его там в руку им пожмут. Это абсолютно исключено. Это не секрет. Ну, что ж, будем наблюдать? Да. После потопа всегда должна приходить рано или поздно сухая погода. Да, а на пепелище трава растет так густая, такая зеленая. Да, но иногда после потопа просто на этом месте образуется большой глубокий океан. Да, еще хуже болото, понимаете? Субтитры сделал DimaTorzok